Парк Встречают гостей Чтобы попасть в парк, нужно заплатить 200 рупий за вход Здесь мы видим систему билетов, как в Индии Для местных людей 20 рупий, а для нас 200 Как я не сказал, кассир здесь находится, цветы, овощи И на все это можно посмотреть, то есть это что-то типа ботанического сада Также здесь есть рыбная терапия, то есть вы можете подойти и рыбки сделают вам пили А самое главное, что здесь очень большая и красивая территория Территория с водоемом Такое озеро здесь находится, или пруд Дорожки Зелень И сразу же после входа рыбная терапия Можно пройти, увидеть много-много разных красных карасей Вот такое развлечение Опускаем ноги И такой эффект пилинга Они такие, не такие большие, как когда мы ездили по островкам Там были вот такие вот рыбины, и они все покусывали А тут маленькие рыбки, их еле-еле чувствуешь Да, такие вялые, уставшие Но мы тоже идем дальше До территории парка, можно сказать, вдоль дороги располагаются такие огромные зеленые рисовые террасы Которые так привычны были нам на Бали Но и на Шерланке они тоже есть Ухоженная красивая территория Кустики Дорожки посыпанные мелким гравием Водный парк Водный парк, наверное, это имеется в виду Вот это озеро Да, вот это пруд Рядом с озером располагается такая небольшая хижина, по которой можно пройтись Как мы видим, что в этом саду растут банан, драгонфрут Также здесь дуриан, авокадо, рамбутан и еще какие-то фрукты Почти каждый кустик подписан В данном случае здесь растет рамбутан Мы можем видеть его зеленые плоды Смотрите Очень скоро он станет красным И этот фрукт можно будет кушать Очень вкусно В этом парке не только растения, но еще и прыгают вот такие птички Прыгают, летают Кирилл прав В этом парке можно провести полдня А мы сюда буквально заехали на 20 минут, потому что он скоро закрывается Также мы видим плод папайи Пока он зеленый Но скоро превратится в желто-зеленую Здесь мы видим кофе, дерево кофе Плодов, естественно, мы не видим Еще какой-то интересный плод здесь нарисован Что-то похожее на маракуйю Или кокос Такие маленькие плоды Я поняла, мы находимся в небольшой такой плантации Где произрастают растения, которые используются для специй Какая-то трава для специй И вот это то, что мы сейчас видели, что это типа маракуйя Это тоже используется для специй А вообще у меня есть такое предположение, что когда парк здесь открыт с утра То здесь в каждой плантации находится сотрудник, который может рассказать об этих растениях Да, поскольку мы пришли уже к закрытию Мы видели, как уходят Многие люди, возможно, это были как раз сотрудники парка Поэтому сейчас мы здесь совершенно одни Вот такие интересные здесь растения Смотрите-ка И еще соседние дерева с плодами Вот такие плоды Явно еще не спелые А сейчас мы с вами пришли в сад цветов Теплицы, в которых, видимо, скоро будут цветы Вот эта пустая А впереди огромная теплица Полное доверие к посетителям Парк закрыт, но теплица открыта Ну, парк открыт И теплица открыта Но никого нет Стоят горшки с различными цветами Некоторые из них тут подписаны О некоторых можно догадываться Но мы видим, что здесь все полито Все в воде Поэтому видно, что совсем недавно их поливали И здесь был какой-то смотрящий Который ушел Какие очень красивые цветы Ярко-алого цвета С пестиками Немного похоже даже на искусственные Но это все настоящее Я решила пройти немного дальше, чем Кирилл Посмотрите, как произрастают королевские кокосы Совсем рядом А вот здесь такая интересная плантация Где растут бананы И что-то похожее на кактусы Не видела такого растения Ой, территория такая огромная Еще дальше там что-то есть Очень жалко, что мы приехали на закате Когда все закрывается Но я нигде и не видела Информации про этот парк Нашла свой любимый фрукт Маракуйя Вот ее веточки Но плодов не видно Мы уже столько много прошли И вон там дальше продолжается парк А справа от меня Сад из манго Все эти деревья Вот эти все деревья, которые вы видите впереди Это все манго Здесь небольшой музей Где представлено оборудование С помощью которого собирают плоды И обрабатывают землю Что интересного ты узнал? Я узнал, что этот парк Занимает площадь 15 акров земли Огромный Спросил я о том Сколько здесь растений Но он точно количества не говорит Он говорит, что все, которые есть на Шиланке Здесь точно есть Все фрукты и овощи здесь выращивают Ради науки Чтобы их изучать Как-то делать какие-то гибриды Смотреть, в какое время лучше произрастает Какие плоды лучше и так далее В общем, их изучают Спасибо большое за информацию Здесь мы видим перец, как растет Даже он плоды есть Да, да, вот они зелененькие Увидели здесь еще дерево На котором растут плоды Джекфрут И вот само дерево Но плод на нем только один И он растет в самом низу Вот так вот необычно Еще одно дерево Джекфрут И вот такой плод висит По пути нам еще повстречалось дерево С плодами лангана Правда, плодов сейчас на нем нет Но вот такое большое дерево Пробуем мы в парке примерно час Нам очень понравилось Можно здесь еще гулять и час, и два, и три Да, потому что очень много всего здесь произрастает А тем более, если будет тот, кто вам расскажет Об этих растениях, будет еще более интересно Да, днем с утра здесь находятся люди Которые вам всегда подскажут, что за растения Объяснят Мы приехали уже к закрытию Поэтому никого не увидели Ну а теперь вы будете знать об этом месте Мы обязательно оставим вам точку в описании Поэтому пользуйтесь Столько, оказывается, интересных мест Которые еще не раскрыли все путешественники Не забывайте Смотрите в описании Ребята приехали на закате на такой пляж Называется Turtle Watch рекала То есть обычно здесь можно увидеть черепах Но сейчас, боюсь, нам бы увидеть море и красивые виды Потому что через минут 10-15 уже сядет солнце Уже наступает закат На самом деле рекала это не просто пляж Это целые лагуны То есть это пляж смотровая, где можно увидеть черепашек И, надеюсь, дрон пока что совсем недалеко Здесь располагается небольшая речушка А мы бежим с вами скорее в сторону пляжа Хотим увидеть напоследок Сегодня красивые виды А также по возможности искупаться Что за чудо, ребята Никого нету Шикарный пляж Шикарные волны Шикарные виды Красота Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Река Валагун Река Валагун Находится в поселении, которое называется Рухуна Еще эту лагун называют как Золотые воды Эти золотые воды разделяют пляж Тангали И пляж Рекава друг с другом Потому что между ними проходит эта река Надеюсь, что дрону удастся ее подснять Мы сейчас находимся в такой точке, где обитают небольшие черепахи Обычно они, конечно же, по утрам, а не по вечерам Но я попробую сейчас их поискать, посмотреть И прогуляться, в принципе, по этому пляжу Людей на закате немного Но я думаю, что днем их тоже немного Потому что это такой район, куда туристы не все доезжают Песок интересный То есть, смотрите, вот идет, да Такое дно идет, идет И вот горочка Говорят, что в лагуне не только обитают черепахи Но и другие морские жители Очень много отсюда добывают и рыбы, и креветок И в основном поселение, которое здесь проживает Можно сказать, что живет именно рыболовством Туризм здесь не сильно развит Но это и видно, потому что мы сегодня сколько проезжали по дороге Мы не видели практически белых Смотрите, какие оставляют леды океан Невероятно! Очень красиво! Мы думали ехать, не ехать на пляж Потому что, вроде по сути, по времени не успевали И, знаете, суть даже не то, чтобы искупаться в этой макине Лишь что, для меня великолепие уже просто его увидеть Полюбоваться этими полными шумом Этой всей красотой природной Хочется ценить каждый день, который мы здесь проводим Если вам понравился этот выпуск, не забывайте ставить пальчики вверх Писать комментарии И обязательно бывайте в тех местах, в которых мы побывали Всем пока, ребята! Пока-пока!